Глаголи идти Привет всем! Я уже давно хотела сделать видео о глаголе идти в прошедшем времени, но всё никак не решалось. Дело в том, что для того, чтобы сделать полезное видео об этом, мне нужно хотя бы немного рассказать вам о видах глаголов и о приставках, которые нужны для того, чтобы сформировать глагол совершенного вида. Я не хочу вас запутать, потому сегодня я постараюсь дать вам только самую необходимую информацию. Ну, а если вы захотите почитать больше вида глаголов, то в описании есть ссылки, где вы можете найти больше информации. Давайте будем разбираться по порядку. Сначала проспрягаем глагол идти в прошедшем времени. В единственном числе есть три формы в зависимости от рода. Шёл мужского рода, шёл. Шла женского рода, шла. И шло среднего рода, шло. Например, я женщина, потому я буду говорить форму женского рода. Я шла. Если ты мужчина, то ты шёл. Ну и для среднего рода давайте просто скажем оно. Оно шло. Во множественном числе есть только одна форма шли. Так что мы шли, вы шли, они шли. Всё одинаково. Я шёл – это несовершенный вид. То есть мы говорим о незаконченном действии. Или точнее о действии, которое происходило в течение какого-то промежутка времени в прошлом. Я перевела бы это на английский язык как he was walking. Чаще всего, когда мы говорим я шла или я шёл, то мы рассказываем о каком-то случае, который как раз-таки произошёл в тот промежуток времени в прошлом, когда мы шли. Я думаю, будет намного понятнее, будет легче понять, что я имею в виду, когда я приведу несколько примеров. Я шла домой, когда ты мне позвонил. Он, как обычно, шёл рано утром на работу, когда он услышал взрыв. Мы встретили его, когда мы шли в магазин. Я шла по улице, и ко мне подошёл незнакомый человек. Я шёл через лес, и услышал странный звук. Мы шли днём по улице, и на нас напали. У меня отобрали сумку, когда я шла в школу. Я шла к подруге, когда я наконец-то поняла, что весна пришла. Как вы видите, мы говорим я шла, я шёл или мы шли, когда мы хотим описать обстоятельства, в которых что-то произошло. Я, как обычно, шла по улице, домой, на работу, в школу, и тут БАМ что-то случилось. Например, человек упал, случилась авария, меня обокрали, начался дождь или началось землетрясение. Вот ещё несколько примеров, которые демонстрируют, что глагол идти в прошедшем времени употребляется для того, чтобы описать обстоятельства, в которых что-то произошло или ещё должно произойти. Шёл дождь, на улице было темно, я была одна дома. Шла третья неделя, а от него не было ни одного письма. Как я уже говорила, он шёл или я шла, это несовершенный вид. Давайте посмотрим, что произойдёт, если мы добавим приставку. Например, приставка при. Он пришёл. Давайте разберёмся, что это значит. Он пришёл — это значит, что он где-то был там далеко, и вот он пришёл сюда, он сейчас здесь. Сравните он пришёл и он шёл. Он шёл — это несовершенный вид, а он пришёл — это совершенный вид. Разница заключается в том, что он шёл — это вот было на каком-то промежутке времени, это был промежуток времени в прошлом. А он пришёл — это было просто изменение того, что он был там и что он весь сейчас здесь. Это было однократное действие. Пришёл. Потому это совершенный вид. Давайте посмотрим на другие приставки. Приставка У. Он ушёл. Опять же, совершенный вид. Что значит он ушёл? Он ушёл значит, что он был здесь, но вот он ушёл отсюда по своим делам куда-то туда. Он ушёл далеко, он ушёл, был здесь и ушёл. Он пришёл и ушёл. Вот ещё одна пара. Зашёл и вышел. Он зашёл значит, что он был где-то... Он был около дверей, он был за дверьми. Вот здесь комната и я здесь сижу в этой комнате, и допустим он был за дверьми, и он зашёл в эту комнату. Он, значит, был там за дверьми и он зашёл в помещение. «Вышел» же значит, что он был здесь в помещении, в этой комнате и он вышел, вышел наружу. Зашёл и вышел. Зашёл и вышел. Вот ещё одна пара. Подошёл, отошёл. Подошёл значит, что он стоял где-то подальше, но вот он подошёл поближе. Допустим, он подошёл ко мне. А отошёл значит, что он стоял около меня и вот он отошёл. Не обязательно около меня, допустим, он стоял около стола и он отошёл подальше от стола. Или, наоборот, подошёл к столу и, допустим, взял книгу. Он стоял там около окна и вот он подошёл к столу и взял книгу. Значит так. Подошёл здесь близко, здесь вот где-то что-то стоит, да, и он подошёл. отошёл, значит отойти подальше, подошёл, отошёл, подошёл, отошёл. Я хочу с вами обсудить ещё три глагола. Дошёл, обошёл и пришёл. Он дошёл, значит, что есть какая-то цель, вот у него есть какая-то цель, он хочет до неё дойти. Так вот, он дошёл, значит, он шёл, 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 и вот уже наконец-то он там, он дошёл. Обошёл. Это значит, что есть, допустим, какое-нибудь здание, ну, вот что такое-то объект, и он движется вокруг, точнее, он двигался вокруг, он обошёл. Было здание, и он взял и обошёл его кругом. Перешёл, значит, что была какая-нибудь река или дорога, и он перешёл на другую сторону. Допустим, вот река, у нас есть мост, и вот он перешёл через реку, да. Ах, вот ещё один глагол, глагол пошёл. Он пошёл, что это значит? Пошёл, значит, начал идти. Например, допустим, он сидел, да, ну вот он встал и пошёл. Это значит, вот он собрался идти куда-то. Часто такое можно услышать, когда вы находитесь вместе с друзьями где-нибудь, допустим, на вечеринке или в баре где-нибудь, и вот кто-то хочет уйти. Тогда он встанет и скажет, ну всё, я пошёл. Это значит, что он собрался уходить, он уже хочет идти домой или дальше по своим делам. Значит, я пошёл. Так, сейчас я хочу вам привести пример, в котором были бы все-все глаголы, о которых я сегодня говорила. Так, пример. Парень спрашивает у своей девушки, почему ты так долго шла? Она отвечает. Я вышла из дома два часа назад, шла прямо по улице, повернула направо, дошла до большого магазина. Зашла внутрь, ко мне подошёл продавец, я от него отошла, вышла из магазина, пошла дальше. Дошла до... дошла до реки, перешла на другой берег, на улице была большая толпа людей, я её обошла. Я уже думала, что ты ушёл, но вот я уже и пришла. Я думаю, что вы хотели бы, чтобы я привела ещё больше простых примеров со всеми этими глаголами, но я не буду этого сейчас делать, потому что это видео уже и так слишком длинное. Мы поговорим о других примерах в будущем. Сейчас я буду повторять ещё раз медленно все примеры, которые я привела в этом видео. Для тех, кому это интересно, пожалуйста, оставайтесь вместе со мной. Ну а всем остальным я желаю хорошо провести эти выходные и обязательно возвращаться на мой канал ровно через неделю. С вами была Наташа. Пока! Я шла домой, когда ты мне позвонил. Он, как обычно, шёл рано утром на работу, когда он услышал взрыв. Он, как обычно, шёл рано утром на работу, когда он услышал взрыв. Мы встретили его, когда мы шли в магазин. Мы встретили его, когда мы шли в магазин. Я шла по улице и ко мне подошёл незнакомый человек. Я шёл через лес и услышал странный звук. Я шёл через лес и услышал странный звук. Мы шли днём по улице и на нас напали. У меня отобрали сумку, когда я шла в школу. У меня отобрали сумку, когда я шла в школу. Я шла к подруге, когда я наконец-то поняла, что весна пришла. Я шла к подруге, когда я наконец-то поняла, что весна пришла. Шёл дождь, на улице было темно. Я была одна дома. Шла третья неделя, а от него не было ни одного письма. Шла третья неделя, а от него не было ни одного письма. С вами была Наташа, мы увидимся снова ровно через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова